Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 апреля, среда, и мы поговорим о свидетельстве Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, «Отец у нас Авраам!» «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Все евангелисты начинают рассказ о начале земного служения Иисуса Христа с Иоанна Крестителя. Иоанн получил прозвище «хаматвиил», то есть «погружающий в воду, омывающий, очищающий от грехов», что по-русски и традиционно переводится словом «креститель». Такой перевод, к сожалению, неудачен, потому что в русском языке слово «креститель» или «крещение» семантически связаны со словом «крест» или даже «христос», а не поясняет саму суть служения Иоанна. Иоанн проповедуют в пустыне иудейской. В богословском языке пустыня – очень важное понятие. У этого слова есть два значения. С одной стороны, это место обитания бесов, средоточие зла. С другой же стороны, пустыня – это место уединения. Там человек может встретиться с Богом. Исайя говорит о том, что весть о спасении приходит из пустыни, через которую Бог поведет свой народ. Это идеальное место для раскаяния. С пустыней также связывается идея нового исхода, на этот раз из рабства греха и зла. Именно в пустыне звучат слова проповеди Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь. Иными словами, вернитесь к Богу. Призывая евреев очиститься от грехов омовением, Иоанн объявлял необходимость религиозного обновления. Оно заключалось в серьезной переоценке и коренном изменении всей жизни. Омовение водой было лишь знаком того, что человек раскаивался. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Евангелист видит в явлении Иоанна исполнение пророчества Исаия. Конечно, пророк говорил о том времени, когда закончится пленение народа Божьего, и сам Бог поведет его через пустыню назад, в обещанную или обетованную землю. Возвещать это событие будет глашатой, вопиющей в пустыне. Теперь слова Исаии переосмыслены. Спасение осознается не как избавление от земных врагов, а как спасение эскатологическое, то есть конечное, как спасение от вражды с Богом, от греха, отделяющего человека от Бога. И в конечном счете, как спасение от смерти. Исаия указывает, что сам Господь, то есть Бог, поведет по этому пути. Именно Христос, Сын Божий, явившийся в полноте божественной силы своего Отца, и явится миру Спасителем, о котором предвозвестит Иоанн. Евангелисты Матфей и Марк сообщают нам некоторые сведения о том, как выглядел Иоанн Креститель. Он был одет в одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. Вероятно, человеку, начитанному в Священном Писании, тотчас припоминался облик пророка Ильи, который также всегда был припоясан кожаным поясом. Иоанн питался скудными дарами пустыни, саранчой и диким медом. Согласно 22 стиху 11 главы книги Левит, саранчу разрешалось употреблять в пищу. Кстати, бедуины и сейчас часто едят саранчу в сушеном или жареном виде. Для них это один из основных источников белка. Мед Иоанн, вероятно, собирал в скалах. Хотя некоторые комментаторы полагают, что речь идет о соке каких-то растений. Это скудная диета и говорит о том, что Иоанн был аскетом. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Призыв Иоанна был воспринят с огромным энтузиазмом. Люди шли к нему отовсюду из Иерусалима, Иудеи и окрестности Иордана. Об этом свидетельствует и Иосиф Флавий, говоривший об огромном стечении народа к Иоанну. Люди почувствовали, что призыв к раскаянию в устах этого грозного и мрачного пустынника означал, что день Господень близок, перед ними снова предстал пророк, посланный Богом. Конечно, у него были и враги, те, кто не принял его, кто не поверил в то, что его омовение было по воле Божьей. Но все же очень многие откликнулись, и это было настоящее религиозное возрождение. Из Евангелия от Луки мы знаем, что были люди, думавшие, что Иоанн и есть долгожданный Христос. Из текстов Священного Писания нам неизвестно, как именно совершал Иоанн обряд крещения. Все ритуальные омовения в иудейской традиции, о которых мы знаем, совершались самим человеком. Но предание церкви говорит, что Иоанн сам погружал в воду приходящих к нему людей. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» К Иоанну действительно приходили самые разные люди, даже те, кого вряд ли можно было здесь ожидать. Матфей, а также Лука сообщают, что к Иоанну приходили фарисеи и саддукеи. Это были члены противоположных друг другу религиозных течений, испытывавших друг другу враждебные чувства. Только евангелист Иоанн Богослов из всех новозаветных авторов указывает подлинную причину посещения Иоанна представителями религиозных властей. Не для омовения, а, так сказать, с целью инспекции, чтобы узнать у Иоанна, кто он такой и какие у него имеются полномочия, чтобы совершать очищение людей от грехов. Кстати, греческий текст у Матфея также позволяет понять, что фарисеи и саддукеи пришли не для омовения, а чтобы как-то воспрепятствовать ему. Гневные слова прозвучали в адрес людей, абсолютно уверенных в своем превосходстве над другими. Фарисеи считали почти всех остальных грешниками, проклятыми Богом. Саддукеи представляли собой храм. Кто бы мог быть ближе к Богу, чем они? Но Иоанн называет их змеиным порождением или отродьем. Как змеи меняют кожу, оставаясь такими же злыми и опасными, так и омовение не преобразит порочных людей. Ведь оно не магический обряд, а знак глубинного преображения всего человека. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Это риторический вопрос. И вероятный ответ на него, конечно, не я, не Иоанн. Бог в Священном Писании не раз назван сердцеведцем. Он судит не потому, каким человек кажется, а потому, что он на самом деле из себя представляет. Именно поэтому Иоанн призывает, сотворите же достойный плод покаяния. Иными словами, докажите на деле, чего стоит ваше крещение. Как дерево познается по плодам, которые оно приносит, так и люди должны доказать истинность своего возвращения к Богу, своей жизнью, своими делами. И не думайте говорить о себе, отец у нас Авраам. Авраам считается прародителем народа Израиля, первым из так называемых патриархов. Дети Авраама. Это был почетный титул у евреев. Очень многие люди того времени были уверены, что Авраам обладал таким количеством заслуг перед Богом, что это гарантировало всем его потомкам, даже тем из них, у кого было множество грехов, вхождение в Божье Царство. Но Иоанн возражает. Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Вероятно, здесь аллюзия на пророка Исаию. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо Я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Вероятно, Авраам и Сара уподоблены таким камням. И Бог при необходимости может повторить это и дать Аврааму новых потомков. А о иных свидетельствах Иоанна Крестителя об Иисусе Христе мы поговорим в следующих программах. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...